Камала Харрис, сопровождавшая демократа Джо Байдена в его борьбе за Белый дом, первая женщина-вице-президент США, первая чернокожая и первая с индийскими корнями на этом посту. Она олицетворяет собой нынешнюю Америку. Отец Камалы был с Ямайки и преподавал экономику в Стэнфорде. Мать-индианка занималась исследованиями в области рака. Девочку с детства учили смотреть на мир шире. Будучи школьницей, она посещала и индуистский храм, и церковь чернокожих баптистов. А левая экономическая идея унаследовала от отца и теперь берет на вооружение. Наш нынешний президент превращает наши трагедии в политическое оружие, говорила Харрис о Дональде Трампе. Джо будет президентом, который превратит наши проблемы в достижение целей. Джо объединит нас, чтобы построить экономику, которая позаботится обо всех. Харрис считает представителем крайне левого крыла демократической партии. Она ратует за равноправие и социальную справедливость. А с дискриминацией по какому бы то ни было признаку боролась с младых ногтей. Ее мать участвовала в протестах прямо с коляской, в которой лежала дочь. Что думают о ней, американцы? Она левее Джо Байдена. Она часть новой прогрессивной партии. Я бы предпочел, чтобы она провела больше времени в Сенате. Так мы могли бы узнать ее получше. Будет интересно понаблюдать, по какой траектории она пойдет. Она ведь хотела стать кандидатом в президенты. Это значит, что она может попытаться баллотироваться и в 2024 году. Среднюю школу Камала Харрис окончила в Канаде. Затем училась на факультете политологии и экономики Говардского университета и юридическом колледже Гастингса в Калифорнии. Она стала первой чернокожей женщиной, окружным прокурором Сан-Франциско, а затем и генпрокурором Калифорнии. Боролась за экологические способы производства, разрешение однополых браков, доступное здравоохранение и за повышение минимальных зарплат. Представляю ее избирателям, Джо Байден сказал, «Я выбрал бесстрашного борца за интересы маленького человека своим партнером на выборах». Редактор субтитров А.Семкин